Актер и режиссер Олег Жуковский переехал в Новосибирск недавно. Этому событию рад. Радуются этому и зрители его спектаклей с необычными реквизитами. В 2000 году Олег открыл в Германии театр «Ля Пушкин». Успел посетить с гастролями Германию, Венгрию, Польшу, Англию. Как режиссер наш гость поставил 10 спектаклей. 5 как хореограф и 2 как сценарист. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях актер, режиссер, сценарист, хореограф Олег Жуковский, который, между прочим, еще руководит театром «Ля Пушкин». Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Вы пришли сюда не просто так, это раз. Вы пришли сюда, во-первых, с замечательной коробкой и со своим пластиковым стаканчиком. Открою тайну, вообще-то запрещено у нас пластиковые стаканчики оставлять на нашей замечательной студии. Но вы настояли, и я вам отказать не могу, потому что это какая-то общая концепция того спектакля, который вы сейчас возите в больницы, показываете ребятишкам. Просто видите, там камера не берет широко, это просто не оторваться, как пар гуляет. По пластику. Показывать ребятишкам пластический, пластичный, пластичный, физический театр. Физический театр. Я до сих пор в больницах его не играл. Ну, сам-то я из врачей из знаю, да, как там тяжко деткам сидеть, как они там мурыжатся. И просто, на самом деле, конечно, вот возникновение спектакля, такой конденсат, точка приходящая, это всегда случай, какая-то такая необъяснимая вещь. Это просто я ожидал, жара была, я ждал, пока мои там дети наиграются. Я зашел в книжный магазин и увидел очень красивые иллюстрации Пяти Волков. У меня сразу так... Оно. Но перед этим было вот два момента, что был до этого очень большой проект вот из моей драматургии о Гагарине. Когда огромное количество вот ассистентов и вот эта звездная толкотня, вот эта вся там, если же лучшие артисты года, и этого, и этого, и этого. Ну, я просто устал от большого количества людей вокруг. А второй момент, то, что там была такая роль, что никакой клоунады у меня там не было, и это трагическая роль совершенно. И вот там два часа, и из них, ну, наверное, последний час уже только звезды. Ну, так надо было. У нас же... Ну, надо... Так надо было. Так надо было сказать. Вот. И поэтому я уже накопил этих слез там, у меня везде тазы стояли, мне просто не пройти. Я решил посмеяться как следует. А что у нас в этой коробке лежит? А, в коробке, ну, вот этот пример. Вы спрашивали, где я люблю проводить время. Вот я хожу, эти же сентименталисты по зимним пляжам собираю, вот всевозможные... Пластик, вот у меня вот коробки всей этой невероятной гадостью, все с камешками ходят. Это, я правильно понимаю, это вот актеры спектакля того, которые вы играете? Да. Ну, то есть вот они вот запутались, как бы в чем это... О-о-о. И это же все побежало, это уже совершенно другое ощущение материала. Потрогайте, они такие колючие. А мне подходит под кофточку. Ну, вам есть покраснее, наверное, под кофточку, сейчас мы вам что-нибудь подберем. Вот есть чудесные усики. Ну, и потом вот это вот, видите, моя лысая голова, как про нас говорили великолепно, тренированные физически и духовно бритоголовые болванки. Вот ничего, видите, у меня ноль. Ноль, да. Олег передо мной сидит, Жуковский. Сейчас. А это уже, видите, это уже доведаясь там. Какая-то сикарашка. Классно. Или есть там вот, что у меня тут еще есть. Это у меня был учитель Андрей Могучий. У него был сын, который ненавидел эту шапочку. А очень милая шапочка, между прочим. Он заканчивает в ГИК. И он все время приходил и прятал эту шапку, ее находили. Я там жил на складе малой сцены в Балтийском доме. И он зашел и спрятал. Я нашел, одел ее. Вот, браво. И сразу герой, понимаете? Так, сразу так. Олег, вот, к сожалению, прямо сейчас нам нужно прерваться. Но ненадолго. Потом вашу коробочку мы продолжим разбирать чуть позже. Хорошо? Хорошо. А пока я напомню, что сегодня у нас в гостях актер, режиссер, сценарист и руководитель театра Аля Пушкина Олег Жуковский. Олег Жуковский. Актер, режиссер, сценарист, хореограф. Работал в театре «Дерево». Снимался в фильме Антона Адасинского «Юг. Граница». Долгое время жил в Германии. Сейчас сотрудничает с Александрийским театром в Санкт-Петербурге. Участвует в постановках Андрея Могучева. Ведет актерские тренинги в Берлине, Будапеште, Праге, театральных академиях. Основал и руководит театром Аля Пушкин. Напомним, сегодня у нас в гостях артист, руководитель театра Аля Пушкин Олег Жуковский. Здравствуйте, Олег. В общем, продолжаем. Здравствуйте, Олег. Мы снова изучаем вашу волшебную коробочку. Это, между прочим, реквизит спектакля. Да, это вот, собственно, все эти вот персонажи. Меня интересуют эти очки. Я хочу на вас увидеть, кто вы. Кто вы вот в этих очках. Там есть вторая часть. Мы не всегда ее играем. Так. Такой спектакль, что вот... Как пойдет? Не как пойдет, а как вот возникнет. Если вы захотите, вы их наденете. Если не захотите, ну так говорите. Но идея была такова, что во второй части у нас Петя, он вырос уже и стал, наконец, пилотом. Потому что все же мальчики, они... Я самолет не взял с собой, но там есть такой винтовой самолет. Все с ним случилось. Там дедушка как-то состарился. С кошкой тоже какие-то облезлости произошли. Она уже больше как Ролан Быков. Вот это, Лиса Алиса и... А Волка покажите. Волка? Ой. Потому что... Вы знаете, вот к счастью, его здесь нет. Он отсутствует сегодня, не пришел. Потому что он дома остался. Дело в том, что вот это действительно-то рисковое. Я тут делал мастер-класс в психбольнице. Ну и там есть упражнения с животными. Они же очень быстро там двигаются. Ну я ему говорю, вот вы сейчас пума. Он так... И пошел. И это было так дико, потому что все остальные пациенты вот так в углу. Он идет на них. Он их сейчас разорвет. И вот это редкий-редкий случай, когда идей же нет в голове. Опасность. И я вот это просто догоряю, тремя прыжками. Говорю, так, теперь ты зайчик. И он... Да, и он сразу стал зайчиком. Как вам удается людям внушать, кто они. Это же, понимаете, редко кто послушает, что, оказывается, я пума, а я зайчик. Это вот вы понимаете. И поэтому и держит отдельно. На самом деле, это же непонятно, кто нормальный, кто ненормальный. Про меня тоже. Вот посмотрите, придите домой и скажете своего возлюбленного. Знаешь, что это с таким ненормальным встретилось. Слушайте, а я могу тоже стать актрисой вашего спектакля. Очки мне, между прочим, эти очень понравились. А я в них кто? Вот как вы? Я, может быть, мама петь. Ой, боже мой. Какой кошмар. Как вы это выносите? Вообще, откуда вы все это... Ну, это же про... Это жизнь. Все, все, то с природой. Вот это чьи, признавайтесь, чьи это очки? С какой бабушки вы их стащили? Они не из книг. Это же тоже такая ментальность. У меня это нормальные глаза, вы видите, одел, ну, этот, это дедушка, вот, который... Мне уже это ничего не надо играть, уже все сыграло, уже состояние накоплено, потому что я действительно его вижу каким-то образом, вот так. И камеры какие-то, их как-то, и все как-то уже так. А вот среди этих персонажей и всевозможных атрибутов спектакля есть вот что-то любимое? Вот есть один персонаж, который... Нет, я все люблю. Это же все своими руками сделано. Да, я вижу. Здесь же... Ну, как, ну, что это? Ну, что это? Может быть, этим, этим. Ну, я буду сейчас так поскромнее себя вести, потому что, как я, говорю, зайдусь с персонажами, что-то от меня останется. Вот, там же еще есть и вот такие птички. Это птичка. Ну, потому что там восемь персонажей. В спектакле восемь персонажей. А играют их два человека, бесконечно переодеваясь. И плюс, если у меня не хватает, мне нужно на сцене три персонажа, вот я и вышел с этой птичкой. Вот там будет Петя и птичка. Вот у нас будет... Как вообще люди реагируют на ваши спектакли? Отлично. Я верю. Особенно на этот. Как вы думаете, благодаря чему? Благодаря тому, что они в шоке от того, что один человек может, надев на себя какую-то вязаную шапочку, перевоплотиться в непонятного какого-то персонажа. Это просто вот... Знаете, мне нравится Baby Gang. Вот у индусов есть понятие. Gang вытекает где-то наверху, в север, в горах. Я видел вот такую вот струйку, источник, львиная голова, и оттуда он... А когда он впадает в океан, он такой же седой, его называют седой ганг, он такой же огромный, как океан. И ты вот эти переходы не видишь. И они говорят, что в седом ганге есть Baby Gang. Поэтому взрослые, которые приходят, конечно, у них этот восторг. Это же детство. Какие у нас были игрушки? Какие? Это же вот все вот это. Это же все, ну, вообще из ничего. Ну, ведь по идее, вот понимаете... Вот, понимаете, вот она и птичка. Вот вы актер и режиссер. По идее, вы могли бы, ну, наверное, можете играть какие-то такие драматические роли, наверное, серьезные. Ну, играю, да. Но вам это чуждо? Вам вот нравится такой театр? Вам нравится в детстве играть? Да это у меня первый спектакль детский. И мне так смешно. Я изучал там Гратовского, Артов, все такие сложные очень тренинги, всякие такие лаборатории, из которых я там, бывало, что за три месяца солнечных лучиков не увидишь. Пришел в черный бокс, ушел опять человек. Но это тоже вот накопилось, прессовалось. Мне захотелось какую-то сделать, ну, непосредственно детскую вещь, которая вот, она одинаково идет. Мы играли там в деревне, просто в коровнике. И с таким же успехом мы играли там в Эдинбурге на такую вот, как бы, элитарную публику. И он весь, потому что человек есть человек. И те же, ты же воспринимаешь живые вибрации, мы можем общаться с мыслями. Я сейчас тут сяду и буду говорить вам про... А вы меня спрашиваете про... Астрономию. Ну да, да, да. Или про там, как теперь, как в Новосибирске любят говорить про театралы, про Константин Сергеевич и Станиславский. Мы не любим об этом говорить. Мы любим говорить о людях. Жалко, жалко. А вы, скажите, вы в Новосибирске как давно обитаете? Уже семь месяцев. Вы довольны? Я счастлив. Почему? Потому что, в принципе, ну вот есть такая... Потому что я очень востребован. Потому что то, что я приношу, этого здесь нет. Здесь нет вот этого такого... Такой... Ну уже Берлин, ну уже наелся. Понимаете? И там вот очередной кто-то приехал развлекать. Но здесь есть возможность дарить. И, собственно, я и ехал вот с желанием. И хочу сказать большое спасибо мэрии. Я даже представиться не мог, что вот это именно они помогут и привезут Петю и Волк сюда. Потому что мне не хватило таких средств. Олег, вы знаете, я лично, я уверена, что наши зрители будут ваших спектаклей ждать. И ваших новых персонажей тоже. А пока хочу сказать вам спасибо большое, что пришли к нам в гости. Напомню, что сегодня у нас был настоящий артист. Руководитель театра Аля Пушкин Олег Жуковский. Спасибо, что пришли. Аля Пушкин Олег Жуковский. Спасибо. Спасибо.